Почему тема хронической болезни почек и такого ее осложнения, как анемия, являются актуальными и до сих пор активно исследованы в текущей практике, по нескольким причинам стоит отметить. Потому что для этого есть как непосредственная взаимосвязь с распространением анемии по мере прогрессирования хронической болезни почек. И мы видим, насколько стремительно возрастает число такой сочетанной патологии по мере приближения стадии заболевания почек к диализной. Она может достигать степень распространения анемии 100% у пациентов, которые получают тот или иной вид диализной терапии. И перитониальный, и гемодиализ. Но кроме того, хочется отметить, что наблюдается определенный взаимный вклад трех состояний, а именно сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек и анемия в их взаимном влиянии. Так называемый кардиоринальный анемический синдром. Такое негласное выделение этого сочетания патологий, которое будет во многом нам объяснять, почему стоит обращать внимание и активно заниматься своевременным лечением и коррекцией анемии у пациентов с хронической болезнью почек, начиная уже с третьей стадии. Итак, имеются данные о том, что по мере прогрессирования хронической болезни почек наблюдается такое ремоделирование миокарда, как увеличение толщины стенки левого желудочка. Вместе с тем мы знаем, как тесно взаимосвязаны и сердечная недостаточность и анемия по мере прогрессирования хронической болезни почек. Но стоит отметить, что они независимо вносят вклад, а именно анемия, в такое ремоделирование миокарда, как изменение диаметра левого желудочка. И таким образом, одновременное увеличение и диаметра левого желудочка и толщины стенок этого отдела сердца будут приводить к повышению риска внезапной сердечно-сосудистой смертности, которая по данным исследований и наблюдений за пациентами именно на диализной терапии вносит гораздо больше вклад в неблагоприятный прогноз у пациентов, чем артериальная гипертензия или ишемическая болезнь сердца. Как уже было сказано Екатериной Осиной про вклад воспалительных изменений в прогрессирование анемического синдрома, стоит отметить, что все эти же компоненты, помимо дефицита эритропоэтина и железа, будут отмечаться и у пациентов с хронической болезнью почек. Да, мы знаем, что если мы рассматриваем такого, знаете, сказать так, рафинированного пациента, у которого нет никаких других заболеваний, кроме хронической болезни почек, то, безусловно, в первую очередь мы будем иметь дело с пациентом, у которого будет дефицит эритропоэтина и будет гипохромная гипорегенераторная анемия. Но мы понимаем, что пациент на заместительной почечной терапии будет иметь и кровопотери, в том числе во время гемодиализа, когда кровь остается в системе. Это будет и вклад хронических заболеваний, помимо хронической сердечной недостаточности, непосредственных осложнений ХБП, а именно гипопаратериоз, который за счет точно так же экспрессии определенных факторов воспаления будет вносить вклад в прогрессирование и развитие анемического синдрома. И, безусловно, то самое хроническое воспаление, о котором уже говорилось на предыдущих докладах и прекрасно было доложено Екатериной Иосифовной, которое будет способствовать тому, что у нас нарушается процесс утилизации и необходимого перераспределения железа, которые поступают в организм, на стимуляцию костного мозга для того, чтобы вырабатывались новые кредки костного мозга, и в частности эритроидный росток. Коротко выделим основные этапы на фоне воспаления и экспрессии фактора некроза опухоли альфа, интерлекина-6. Будет нарушаться процесс связывания железа на латеральных клетках энтероцитов, в частности в 12-перстной кишке. За счет этого будет наблюдаться так называемый функциональный дефицит железа, который будет приводить к тому, что костный мозг будет неадекватно реагировать на то количество железа, которое имеется в организме, несмотря на то, что абсолютный дефицит железа в такой ситуации может отсутствовать. Таким образом, перед врачом-клиницистом встает сразу несколько вопросов, когда он имеет дело с пациентом с хронической болезнью почек, уже, как правило, на более тяжелой стадии этого заболевания, и с сердечной недостаточностью. И он должен для себя решить, во-первых, на каком этапе надо начинать диагностику анемии, дожидаться ли терминальной стадии заболевания почек, а также какие препараты, в какой комбинации правильно выбрать, и каким образом следить за назначенной пациенту терапией. Стоит отметить, что в начале этого года, совсем недавно, вышли актуальные клинические рекомендации по наблюдению за пациентами с хронической болезнью почек, но раздел, касающийся анемии, содержит данные 2012 года. И непосредственно по анемии у пациентов с хронической болезнью почек мы будем опираться на те данные, которые изложены в клинических рекомендациях 2012 года, и в российских рекомендациях непосредственно по анемии при ХБП и хронической болезни почек, которую мы тоже ждем в обновленном виде уже в этом году. Итак, с чего начинать обследование и, главное, когда? Начать это обследование никогда не поздно, и чем раньше мы это сделаем при столкновении с таким пациентом, когда он будет у нас даже на первичном приеме, вне зависимости от степени тяжести хронической болезни почек, стоит провести ему базовый набор клинических исследований крови, оценку запасов и распределения железа с помощью известных нам белков и транспортеров, и отражающих запасы железа в организме. При необходимости для более углубленной диагностики могут быть добавлены и оценки эритроцитов в анализе крови, при возможности и растворимые рецепторы трансферина, которые будут помогать в установлении генеза анемии, анализ на B12, фолиевую кислоту и непосредственно инструментальные обследования при необходимости консультации более узких специалистов. Это мы с вами прекрасно понимаем, делая лишь акцент на том, что сразу смотрим на такого пациента комплексно и не ограничиваемся ни в коем случае оценкой железа в крови и только общеклиническим анализом крови. Все-таки современные методы диагностики подразумевают более углубленные исследования уже на первичном этапе. Итак, следующий вопрос, который встает в клинической практике, это то, какими препаратами сразу ли в комбинированной терапии и как длительно пользоваться для лечения такого пациента. Непосредственные наши действующие клинические рекомендации по хронической болезни почек говорят нам о том, что мы должны использовать препараты эритропоэтина и железа, уже начиная с третьей стадии, не говоря уже о пятой, в том числе и диализной стадии. Но с чего начать? Всегда ли показана сразу комбинация и какие для этого существуют критерии? Начинаем с препаратов железа, потому что не имея восполненного пула дефицита, восполненного пула железа, имея его дефицит, мы получим неадекватный эффект от препаратов, стимулирующих эритропоэс, мы получим только лишь осложнение от препаратов эритропоэтина, особенно при увеличении их дозы, и обращая внимание на целевые уровни, чтобы мы понимали, что это определенные показатели, не вполне характерные для общей популяции. Уже начиная с третьей стадии и до пятой, не включая диализную, для нас будет целью коэффициент насыщения трансферина более 20%, а уровень ферритина более 100 мкг на литр. Для пациентов на диализной стадии у нас повышается один показатель, это ферритин, который становится на целевом уровне более 200 мкг на литр, и это для нас будет стартом и таким следующим шагом для того, чтобы понимать, мы подключаем препараты эритропоэтина, если не достигнут целевой уровень гемоглобина или нет. То есть держим в голове хотя бы эти два показателя и обращаем далее на фоне достижения удовлетворительного их уровня на гемоглобин. Если он ниже 100 и 90, то в таком случае мы можем добавлять различные препараты, стимулирующие эритропоэс. И целевым уровнем для пациентов с 3 по 5, уже включая диализную стадию, у нас будут показатели 100-120 гемоглобина при сохранении всех тех же прежних показателей коэффициента насыщения трансферина и ферритина для того, чтобы контролировать дальше продолжительность и дозу лечения этими препаратами. Мы понимаем, что для минимизации риска возможных побочных эффектов от препарата, а для диализных пациентов это особенно актуальная тема в связи с имеющимся сосудистым доступом для диализа. А для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями мы помним о риске других тромботических осложнений, в том числе нарушений мозгового кровообращения. Мы должны использовать минимальные эффективные дозы как препаратов железа, так и препаратов эритропоэза. Стоит отметить, что дискуссии о целевом уровне гемоглобина у пациентов с различной степенью тяжести анемии и с различной степенью тяжести хронической болезни почек все еще актуальны, несмотря на то, что исследования более десятка лет. Например, мы точно знаем, что уровень гемоглобина выше 130 имеет неблагоприятный сердечно-сосудистый прогноз у пациентов на терминальной стадии болезни почек, особенно на фоне получения гемодиализной терапии. Исходя из этих данных, в 2012 году, что сохраняется по настоящее время, принят целевой уровень гемоглобина от 100 до 115 грамм на литр. Что стоит отметить среди препаратов выбора, которые мы имеем в своем арсенале? Это препараты эритропоеза, стимулирующие эритропоез короткого и длительного действия. И как врачу сориентироваться в том, какой препарат будет предпочтительней. Стоит отметить, что это нерешенный до конца вопрос, поэтому большой анализ базы данных показал, что не отмечено в настоящее время вклада того или иного класса стимуляторов эритропоеза в сердечно-сосудистую и общую смертность. Поэтому исходить стоит из более тонких, более углубленных нефрологических алгоритмов, на которых мы непосредственно в данное время не будем делать акцент, так как они носят очень узконаправленный характер. Но стоит отметить, что есть, тем не менее, показания. В зависимости от динамики ответа на стимуляторы эритропоеза, какие препараты мы выберем в той или иной ситуации, исходя из сопутствующей, в том числе, патологии у пациента. Несколько слов сделаем об альтернативных способах лечения, которые мы можем подключать к терапии, когда отмечаем неэффективность стимуляторов эритропоеза и препаратов железа, даже на фоне достижения адекватного пула насыщения железом, может рассматриваться вопрос переливания крови. Гемотрансфузия – это метод, который мы используем в самых крайних ситуациях и не применяем его на постоянной основе, а все-таки ищем причину возникновения резистентности, потому что для нас нахождение и воздействие на эту самую причину будет являться следующим шагом для того, чтобы мы подбирали адекватную терапию. Как можно видеть из данного слайда, у нас есть условное деление на три группы причин, которые обусловливают возможный неадекватный ответ на использование препараторов эритропоеза, стимулирующих, которые в том числе делятся по тому, насколько активно мы можем на них воздействовать и насколько быстро ответ мы можем подразумевать от того, какие причины вмешиваются. Это и, безусловно, терапия, о которой сказала Екатерина Иосифовна, препаратами, которые используются в лечении артериальной гипертензии, сердечной недостаточности. Это и некомплоентность пациента, который может пропускать терапию препаратами эритропоэтина, если, например, используют подкожное введение самостоятельно. Это недостаточный режим гемодиализной терапии, когда у нас не происходит адекватной очистки. Не восполненный дефицит железок. К сожалению, такое в практике тоже может встречаться. Далее мы переходим к более тяжелым факторам, поддающимся коррекции, как хроническая инфекция, дефицит других факторов, участвующих в анемии, острая кровопотеря, гиперпаратериоз, как уже было сказано ранее, и, опять же, сосудистый доступ, который может вносить вклад в то самое поддержание хронического воспаления. И более тяжелые причины – это уже различного рода опухоли, в том числе, и нарушения, связанные с гемопоэзом на фоне онкологических, гематологических проблем, наличие антител к рецепторам эритропоэтина, и еще более тяжелые, чем озвученные в предыдущем пункте, хронические инфекции, в том числе связанные с ВИЧ-инфекцией. Таким образом, мы получили, что на данный момент у нас есть, несмотря на достаточно современные данные об использовании препаратов эритропоэтина и железа, определенные ограничения в их использовании, что дает нам возможность предположить, что, наверное, существуют, как минимум, исследования, возможно, уже и препараты, которые будут вносить нам, которые будут предоставлять нам помощь в лечении и в преодолении тех самых барьеров, которые отмечаются на использовании других препаратов. Такой класс есть. Это ингибиторы пролилгидроксилаза, индуцируемого гипоксии фактора. Тот самый фактор, который, если мы вспомним слайд о генезе, дефицита железа и выработке интерлекина, взаимосвязи с гипсидином и его активацией, будут помогать нам в понимании воздействия этого фактора в терапии за счет снижения активности воспаления, повышения доступности железа за счет того, что будет подавлен гипсидин, и возможности, но, скажем так, это пункт со звездочкой, возможность использования препаратов, подавляющих гипсидин при воспалении, потому что имеются определенные данные, которые также вносят некоторые ограничения в использовании, на фоне воспаления этих препаратов. Пероральный прием такого класса лекарственных средств, он, с одной стороны, дает нам преимущество в ограничении дополнительных инъекций пациентам, особенно на гемодиализе, и особенно, если этот пациент является и обладателем сахарного диабета, который будет использовать инсулинотерапию, потому что приверженность, с одной стороны, повышается за счет того, что это не дополнительный укол, но, с другой стороны, мы знаем, что наблюдается уэромическая гастропатия, которая может давать определенный вклад в качество связывания этого препарата с энтероцитами, и недостаточно на данный момент данных о том, чтобы утверждать, что абсолютно всем пациентам на терминальной стадии почечной недостаточности может подходить именно пероральная форма препаратов, но в определенных ситуациях это будет являться моментом выбора. Безусловно, если мы оцениваем суммарную дозу препаратов эритропоэза и ингибиторов пролилгидроксилаза, то это более низкий уровень стоимости, что дополнительный плюс в экономической стороне лечения, и такой дополнительный плеотропный эффект, как снижение уровня липопротеинов низкой плотности, что с точки зрения сердечно-сосудистого прогноза определенно дополнительный плюс в сторону выбора этих препаратов. И в завершении хочу сказать об одном актуальном вышедшем исследовании. Отметим, что это кросс-фекционное исследование, это не мета-анализ, но тем не менее это большая база данных, где было оценено более 9 тысяч пациентов с анемией и различной степенью тяжести почечной недостаточности, у которых оценивали такие дополнительные факторы, как пол, возраст, регион проживания, но дополнительно, что является новой информацией, они оценивали генез возникновения хронической болезни почек, что может стать дополнительным шагом к тому, чтобы оценить все-таки целевой уровень для пациента с почечной недостаточностью, будет ли зависеть исключительно от стадии и пола, или при различной этиологии ХБП мы будем обращать внимание еще и на генез хронической болезни почек для того, чтобы более персонифицированно подходить к пациентам в лечении их патологии анемии на фоне хронической болезни почек. Благодарю за внимание.